Курс на цифровую экономику и IT-страну в Барановичах в новом учебном году появились сразу два STEM-центра. Здесь обучают детей программированию, 3D-дизайну и конструированию роботов. Сонятия бесплатные. На первые уроки сходила и наша Виктория Патония. Алгоритмы и сложные математические формулы для восьмиклассника Александра Михея скорее интересная игра. Спортивным программированием мальчик увлекся два года назад. 12-летний Вундеркинд самостоятельно освоил несколько языков программирования и уже сегодня знает, в чем его призвание. Я увлекаюсь интроид-разработкой, там пишу приложения, игры. Я начинал просто с Паскаля, потом С++ я сам выучил, Яву я сам выучил, Ява скипт я тоже сам выучил. Может тебе сразу в университет идти, а не в школу? Ну, мне как бы не хотелось терять детство. Чтобы заметить и не упустить таких талантливых детей, по всей стране постепенно открываются STEM-центры. В Баранвичах их создано сразу два. Наука, технологии, инженеринг и математика. Это и есть главные ориентиры вспомогательного образования будущего. В Беларуси уже шесть STEM-центров открываются на базе обычных школ. Специалисты уверены, что занятия здесь станут хорошим стимулом для изучения точных наук. Ведь ребята изучают 3D-моделирование, управление беспилотными аппаратами, азы программирования, а также собирают роботов своими руками. Курсы по обучению робототехники и инженерингу прошли и педагоги. Работают по специальной программе. Признаются, что конструирование с использованием искусственного интеллекта интересно и взрослым. Здесь в робототехнике можно собрать одного робота, а дальше его усовершенствовать. К примеру, сначала мы научили его ходить, потом мы научили его поворачиваться, потом мы научили его поднимать некоторые грузы и так далее. Совсем не обязательно собирать их 10 для того, чтобы они стали живыми. Нам нужны люди, которые живут в этой цифровой экономике и двигаются цифровой экономике вперед. И начинать надо с самых маленьких детей, для того, чтобы они были готовы. То оборудование, которое есть в центре, оно позволяет заниматься и 3D-моделированием, и разработкой игр, и программированием на таких языках, как питон. То есть ограничений здесь нет. Занимаются в барановических IT-классах школьники с 10 лет. И не только ученики гимназий. Для обучения робототехники и азампрограммирования в двух центрах в этом учебном году набрано 80 ребят. Кружок бесплатный. И на этом, уверяют специалисты, сотрудничество с парком высоких технологий в школах не завершено. Виктория Патони, Николай Ковалев, Агентство теленовостей, Барановичи.